Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире «Формула права» с вами я, Анастасия Брайчева, и мы сегодня обсуждаем, анонсируя тему сразу, наследство, инструкция по применению. Часть вторая, потому что эту тему мы обсуждали в прошлый четверг, конечно же, не успели за время одной программы обсудить все моменты и все тонкости, да я думаю, за две программы действительно мы тоже не успеем это сделать, но попробуем с гостями студии. Сегодня снова у меня в студии Марина Соколова, нотариус города Москвы, и Алла Еминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. Алла, Марина, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, наследство, инструкция по применению для наших слушателей, напомню, телефон прямого эфира 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Можно позвонить, какой-то рассказ по поводу наследства, ваш опыт, если таковой у вас был, или вопрос, который имеет место быть. Также можно комментарии и вопросы написать на сайт финам.фм. Будем ждать, постараемся сегодня в эфире в студии на все вопросы ответить. А что бы мне хотелось сегодня обсудить, что мы не обсудили в прошлой программе, и, кстати, тоже хотелось бы сказать для наших слушателей, что программа, которая была в прошлый четверг, в том же составе мы обсуждали тоже вопросы правовые, связанные с наследованием, можно прослушать на сайте финам.фм. Как можно будет прослушать, надеюсь, эту программу в ближайшее время после того, как наш эфир закончится. Тем не менее, один вопрос, который очень важен, я думаю, что для многих, и этот вопрос, как ни странно, звучит как отказ от наследства. Вот, Марин Алла, с чем приходилось сталкиваться в связи с отказами в вашей практике? Марин, часто происходят отказы? Отказы от наследства происходят достаточно часто. Значит, ну я бы хотела сказать, что, во-первых, наследник, когда может отказаться от наследства? И как? Отказ от наследства происходит путем подачи заявления в материальную контору. Наследник может отказаться от наследства по одному из оснований, допустим, от наследования по завещанию, либо отказаться от наследования по закону, либо отказаться от наследования по всем завещаниям. Наследник может отказаться в пользу кого-то из наследников или может сделать... Сделать без отзыва, без ненаправленный отказ, а просто отказаться от наследства. Тогда его доля переходит, соответственно, наследникам и делится между ними поровну. Отказ, так же как и принятие наследства, осуществляется в течение 6 месяцев с даты открытия наследства. Если отказ будет сделан позже этого срока, то он уже не имеет силы. Особое внимание, я думаю, нужно обратить тем наследникам, которые по почте отправляют в нотариальную контору, такие отказы. Такое бывает часто. То есть они пришли к одному нотариусу, сделали отказ от наследства, написали заявление, подписали и направили по почте. Но надо иметь в виду, что почтовый штемпель должен стоять и соответствует именно дате, не позже 6 месяцев с даты открытия наследства. То есть в данном случае датой подачи будет не тот день, когда человек оформил у другого нотариуса, удостоверил свою подпись, это обязательная процедура. Не просто письмо отправить в конверте, написанное, грубо говоря, на коленке. Но тем не менее, оформил в один день, но сам факт отправки по почте должен находиться в пределах вот этих 6 месяцев с датой смерти наследодателя. Да, совершенно верно. А я бы хотела еще коснуться еще двух моментов, связанных с отказом. Первый момент связан с чем? Отказаться от отказа нельзя. Это очень важно. То есть невозможно потом передумать, например, даже в пределах тех же 6 месяцев. Это должен быть очень взвешенный шаг для любого человека, который хочет это сделать. Да, это очень серьезный шаг. Отказ от наследства. Конечно, он должен быть продуманным со всех сторон. А второй момент, с которым мне часто приходилось сталкиваться, я думала, вам, наверное, тоже приходилось, потому что бывают такие ситуации. Близкие родственники, ну, естественно, наследуют между собой, допустим, по закону, хотя это, в общем-то, и не важно. По одному и тому же основанию. При этом они между собой вроде бы как-то о чем-то договорились. Кто-то, как потом выясняется, похитрее говорит, ну, зачем нам сейчас на всем, всем потом в рекпалату бегать, там, какие-то еще действия совершать. Давай сейчас, ты откажись мою пользу, я все это на себя оформлю, а потом тебе, ну, деньги дам или подарению передам, или еще как потом. Вот оно потом, какое-то должно быть некое соглашение. Просто сразу хочу наших слушателей предупредить о чем. Очень часто, ну, может быть, до адвокатов добираются, когда это не произошло, вот это потом не наступило, но очень часто происходит следующая история. Человек верит, родственник вроде нет оснований, не верит, человек верит, а потом ничего не получает. Не получает никаких дарений, по каким дарениям наследствам, ну, по наследству он отказывается, мы уже поняли это, не получает никаких денежных средств. И, главное, письменной форме тоже нигде это не зафиксировано, и даже в суд-то не с чем идти, кроме слов этого человека, а слов, к сожалению, недостаточно. Вот я бы хотела еще рассказать нашим слушателям о таком понятии, как соглашение о разделе наследственного имущества. Часто договариваются, Марина, между собой наследники? Ну, не так часто, как хотелось бы с юридической точки зрения. Конечно, это очень хороший выход для того, чтобы избежать разных споров и действительно поделить это наследство без отказов от наследства. Но, к сожалению, некоторые даже не знают, в общем-то, наследники, что существует такой вид сделки, как раздел наследственного имущества. Особенно, когда, я так понимаю, да, вот, может быть, вы прокомментируете, когда у нас в результате наследования изначально по закону или по завещанию какие-то доли возникают. Ну, как правило, доли всегда влекут к тому, что имуществом пользоваться сложно, да. В однокомнатной квартире там три человека владеют по одной трети. Что с ней делать с этой квартирой? Безусловно, в этой ситуации гораздо лучше заключить соглашение о разделе наследственного имущества, потому что, если наследственная масса в себя включает различные объекты имущества, квартиры, дома, земельные участки, то, безусловно, конечно, в долях ими владеть очень неприятно. А гораздо приятнее эти наследственные объекты поделить. Там одному, предположим, наследнику отходит квартира, другому наследнику отходит земельный участок с домом, третьему наследнику отходят какие-то денежные средства, которые были у умершего наследодателя. И, безусловно, для того, чтобы таким образом поделить наследство, необходимо составить соглашение о разделе наследственного имущества, о котором вот мы говорили ранее. Я хочу сразу анонсировать еще раз нашим слушателям телефон прямого эфира 65 10 99 6, код Москвы 495. Ваши комментарии и вопросы можно написать на сайт финам.фм. Обсуждаем сегодня тему наследства и инструкции по применению. У нас уже несколько вопросов есть на сайте, озвучив пока один, задает вопрос Сергей. Звучит он следующим образом. Добрый день. Открыто наследство. У меня на руках завещание. Имеет ли смысл при обращении к нотариусу предъявить кроме завещания правоустанавливающий документ завещать на недвижимое имущество, которое входит в состав имущества по завещанию? Может быть, это и не нужно. У меня такое впечатление, что на этот вопрос мы отвечали в прошлый раз в нашей программе. Но давайте еще раз кратко проговорим, Марин, потому что это тоже интересный вопрос, я думаю, для наших слушателей. Какие документы нужно брать с собой? Во-первых, для того, чтобы открыть наследственное дело, необходимо предоставить нотариусу свидетельство о смерти в подлиннике, справку с места жительства наследодателя в подлиннике. Если есть завещание, замечательно, потому что заявление будет оформляться, соответственно, о наследовании по закону или по завещанию, то есть это нужно уже знать. И, соответственно, документы, подтверждающие родство, предоставить тоже желательно, потому что, если понадобятся различные запросы, в запросах будет указано, кому информацию, а соответствующие органы должны предоставить на руки сестре или сыну и так далее. Но если в чистом виде говорить, то вообще для открытия наследственного дела достаточно свидетельства о смерти и справки с места жительства. А вот скажите, свидетельство о смерти получить может не каждый, только близкие родственники, да? Соответственно, если человек по завещанию наследник, может он вообще единственный наследник, или отношения не позволяют у близкого родственника это свидетельство получить, как быть в такой ситуации? Ну, если дело уже наследственное открыто, допустим, кем-либо, а если не открыто? А если не открыто, ну, действительно, это проблематично, получить свидетельство о смерти, то есть органы ЗАГСа, кому попало, они выдадут. Анатолия, ты можешь дать запрос, например, такой, на выдачу свидетельства, справки? Без открытия наследственного дела, до его открытия. Человек приходит просто с заявлением, но он не может, вот как быть в такой ситуации? Я думаю, что человек, у которого на руках завещание, если действительно наследодатель умер, действительно умер, то я думаю, что наследнику по завещанию повторное свидетельство о смерти выдадут. Ну, то есть таких сложностей, в принципе, не возникало у вас в практике? Да нет. Смотрите, еще какой момент. Вот мы сейчас обсудили, какие документы нужно взять с собой для того, чтобы открыть наследственное дело. А впоследствии, или если это дело наследственное уже кем-то открыто, другим наследникам, да, вы приходите к тому нотариусу, нельзя параллельно открыть два дела, особенно в Москве, где действует система наследства без границ, да, правильно я называю? Соответственно, вы идете, если вы пришли к нотариусу, хотите открыть наследственное дело, выяснилось, что оно где-то уже открыто. Нам необходимо пойти к тому нотариусу, где уже открыто наследственное дело по факту смерти этого наследодателя. И очень хотелось бы озвучить нашим слушателям, соответственно, те документы, которые необходимо им взять. Я сразу напомню, что в эфире сейчас у нас программа «Формула права». С вами я, ведущая программы Анастасия Брайчева. И мы обсуждаем тему наследственной инструкции по применению. Вот этот вопрос, мы его озвучим, но после короткого новостного блока мы дадим на него ответ. Какие же документы нужно, в принципе, приносить нотариусу, как технически поступать? Ну, чтобы было проще, чтобы и нотариусов тоже не мучить этим, приходя лично, а уже приходить на прием, вооружившись и полностью зная, что необходимо нести, какие документы, какие действия необходимо сделать. Я напомню, что у меня в студии гости и эксперты Марина Соколова, нотариус города Москвы, Алла Яминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. Наследство, инструкция по применению – это тема нашей сегодняшней программы. Часть вторая, часть первая можно послушать на радио «Финам.ФМ». И напомню, также телефон прямого эфира 6510-996, код Москвы 495. Мы находимся в прямом эфире, можно позвонить. И оставить можно также комментарий на сайте «Финам.ФМ». После новостей продолжим обсуждение. Формула права продолжает сегодняшнюю программу, которая посвящена наследству, инструкции по применению. Часть вторая. В студии, напомню, Марина Соколова, нотариус города Москвы, Алла Яминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. И мы до новостей начали такую тему. Какие документы нужно взять и принести к нотариусу, когда вы обращаетесь за, грубо говоря, наследством. Неправильную юридическую формулировку, но суть понятна. Обсудили, что нужно взять для открытия наследственного дела. А если оно уже открыто, и вы… какие документы нужно принести? Что нужно принести, Марин? Если дело уже открыто, соответственно, нужно принести документы, подтверждающие ваше родство с наследодателем. За вас эти документы, ну, явно никто принести не мог, кто тут как. А это имеет смысл только когда наследование по закону или по завещанию тоже? По завещанию, конечно, тоже имеет смысл. Потому что если вы хотите заплатить меньше тариф, нотариальный, соответственно, то есть наследникам первой очереди прописывается 0,3% тариф, а остальным 0,6%. Ну, разница есть, да. Поэтому, если наследники первой очереди, конечно, они заинтересованы в том, чтобы принести документы, подтверждающие родство, несмотря на то, что они наследники по завещанию. Значит, кроме документов, подтверждающих родство, необходимо предоставить право устанавливающие документы на квартиру. Но это, опять-таки, может сделать и тот, кто открывал наследственные дела, и смотря, у кого эти документы находятся. А если ни у кого не находятся? Давайте сразу рассмотрим этот вопрос. Если ни у кого не находятся, если они утеряны, тогда наследники получают, ну, кто-то из наследников получает запрос от нотариуса. И в зависимости от ситуации, либо получает дубликат правоустанавливающие документы, либо получает заверенную копию тем органам, которые выданы правоустанавливающие документы, ну, либо справку о содержании правоустанавливающих документов из единого госреестра прав. Это если мы говорим о недвижимом имуществе. А если, допустим, мы вообще не знаем, какое имущество есть у наследодателя? А если, ну, вы знаете, такое бывает на самом деле очень редко. Не знаем, но не знаем где. Но не знаем, бывает, да. Ну, в конце концов, нотариус может сделать запрос в единый госреестр прав по субъекту, по фамилиям и отчеству наследодателя, его данные. Да, ну, смотрите, тут тоже сложность сразу возникает. Поэтому, что касается наследников и тому, о чем им нужно задуматься, если они хотят вступить в наследство. Ведь, смотрите, у нас, допустим, Москва и область с точки зрения Росреестра, они все собираются создать единую базу по всей России, но, тем не менее, ее пока нет. А Москва и область, да, можно в любое отделение Росреестра пойти. С запросом нотариуса выдадут соответствующие сведения. То есть мы получим, нет ли у человека квартиры в Москве и области, дачи, загородного дома жилого, земельного участка и так далее. Все, что касается других городов, вот тут вот сложность. Если, соответственно, наследник не знает хотя бы примерно, что где-то в городе, допустим, Краснодаре, вроде бы у него была квартира или какое-то другое недвижимое имущество. То есть не может попросить у нотариуса выдать запрос в конкретное отделение и управление, точнее, Росреестра, то в данной ситуации можно вообще по-хорошему и не найти такое имущество, да, вот в настоящий момент. В настоящий момент, да, если нет единой базы, естественно. Вот, но я хочу сказать, что, допустим, вот если говорить о Москве, то в данный момент нотариусы могут сделать запросы в ЕГРП, не гоняя наследника туда-сюда, а, допустим, с использованием электронных каналов связи со своей электронной подписью, к примеру, и нотариусу уже самому придет ответ та же выписка из ЕГРП. Ну вот это очень важно, кстати, потому что чаще всего получалось так, что начало наследственного дела и вот всей этой процедуры – это только маленькая толика, потом нужно с этими запросами бегать, собирать документы. Очень редко, ну, может, не очень редко, но далеко не всегда бывает так, что у наследника или у наследников на руках оказались все документы, то есть право устанавливать документы на все-все-все, и достаточно там получить, может, пару документов, чтобы принести нотариусу и по истечении шести месяцев уже получить законное свое право на наследство и заняться его оформлением. Очень часто приходится просить нотариуса и писать соответствующее заявление, да, на основании заявления же это производится, именно сделать какие-то запросы – это имущество, собственно говоря, разыскивать, потому что то же самое происходит со счетами в банках, кстати. Вот, например, Центральный банк может дать такой ответ, в каком банке есть счет у такого-то господина? Нет, Центробанк такими вопросами не занимается, но я хочу сказать, что, допустим, со Сбербанком у нас сейчас гораздо упростилась работа, потому что раньше люди вообще не знали, в каких филиалах, да, их же очень много, в дополнительных офисах или филиалах находятся вклады у наследодателя, то есть приносили сберкнижки, потом через год вспоминали, находили, приносили еще и так далее и тому подобное. Вот, сейчас опять-таки по электронным каналам связи со Сбербанком мы работаем, да, то есть мы сразу, допустим, когда человек теряется, наследник не знает, где можно получить эту информацию, мы можем, то есть любой нотариус Москвы способен сделать запрос буквально по всем филиалам Сбербанка по Москве. И приходит информация, иногда, ну, очень интересно, человек в одном районе проживал, а вклады обнаруживают в совершенно другом районе, а наследник уже имеет возможность наследовать все, что в Сбербанке, скажем так. А вот с другой стороны интересно. Скажите, пожалуйста, допустим, нотариус открывает, по факту смерти наследодателя открывается наследственное дело, и вы сообщаете об этом, о том, что у вас открыто наследственное дело куда-либо? Ну, допустим, в тот же Сбербанк. Нотариус такие сообщения делает или нет? Нет, вы знаете, такого нигде никогда не было. Такого не было. Если мы не сообщаем, у нас все данные по открытым наследственным делам хранятся в нашей базе, в единой базе, вот в Москве, например, да? В рамках системы наследства без границ. Да, да, конечно, конечно. Нет, я с другой точки зрения интересовалась, мне это на самом деле было интересно технически, потому что как происходит часто. А в банке есть, я не знаю, вклад, счет, все что угодно, и там может быть оформлена доверенность на другого человека, да? Соответственно, владелец счета умирает, и вот этот другой человек, он просто идет и пользуется доверенностью и незнанием банка о факте смерти, он идет, снимает эти деньги, переводит их на свой счет там, ну, все что угодно с ними делать, как-то ими распоряжается. Для того, чтобы потом, ну, как по возможности вообще избежать дележа между наследниками. То есть уводят эти деньги из наследственного имущества, я так понимаю. Ну, естественно, я думаю, Алла часто встречалась с этим моментом. И скажите, пожалуйста, вот на что нужно обратить внимание наследникам, когда они просят нотариусов в какие-то конкретные банки сделать запросы? Как обычно формулируется этот запрос? Я думаю, что здесь просто очень важно на дату смерти запрашивать банк, чтобы выдали именно на этот день. Ну, во-первых, свидетельство о праве на наследство выдается на то имущество, которое принадлежало наследодателю на дату смерти. Поэтому, естественно, мы запрашиваем банки именно на денежные средства, которые, и те суммы, которые были на дату смерти. Конечно, очень много банков сейчас. Сейчас, естественно, у нас нет ни с кем, ни с одним из банков, кроме Сбербанка, такой договоренности, чтобы мы с использованием ли кроме подписи сделали запросы. То есть, фактически, что наследник нашел в делах наследодателя, какие-либо договоры с каким-либо банком, или, может быть, какие-то там записи. То есть, у него есть, допустим, данные, что в таком-то, таком-то и таком-то банке находятся денежные средства. Он приходит к нотариусу и просит. Соответственно, наследник нам сообщает. Да, мы чисто буквально по просьбе наследника оформляем запросы в эти банки. А вот скажите, пожалуйста, а с иностранными банками, с иностранным имуществом? Часто ли такие вопросы встают, как они разрешаются? Ну, на самом деле, не так часто. Это, во всяком случае, в моей практике. Как они разрешаются? У нас выдаются свидетельства о правильном наследстве для действия за границей. Конкретное имущество в нем не расписывается. То есть, вообще не указывается. А что нужно для этого тогда наследнику? Нужно просто прийти к нотариусу и сказать, у наследодателя было имущество в такой-то стране. И все. Это указывается в заявлении наследника о выдаче свидетельства о правильном наследстве. А если он потом об этом узнал? Дополнительное заявление? Дополнительное заявление в рамках того же наследственного дела. То есть, он просто, наследник этот, он не указывает вообще имущество. Он просто говорит, там есть наследство и все. Да, по моему предположению, есть наследство, допустим, во Франции или в Испании. На таком случае, правильное наследство для действия за границей. И тогда уже наследник должен в ту страну ехать и там инициировать уже процедуру в соответствии с их законодательством. Соответственно. Скажите, пожалуйста, по поводу таких моментов. Вы сказали, что очень часто наследники через год приносят документы, через два. Сколько вообще хранится наследственное дело у нотариуса и сколько можно приходить к нотариусу с найденным имуществом? Наследственное дело хранится постоянно и можно ходить хоть каждый день. Хоть каждый день. Не пугайте своих коллег. Я бы хотела добавить, что принятие части наследства наследником означает принятие всего наследства. Поэтому если какое-то имущество, которое не было найдено сразу, будет находиться потом, то это не лишает наследников права получить это имущество в порядке наследования. Есть еще такой момент. Мы, кстати, в прошлой программе обсуждали по поводу фактического принятия наследства и принятия наследства формального, юридического. Напомню еще раз нашим слушателям. Юридическое – это когда в течение шести месяцев с даты смерти наследодателя нужно обязательно обратиться к нотариусу и написать заявление о принятии наследства. Это юридический способ. А фактический способ – это способ, при котором в течение шести месяцев мы не написали такого заявления, не потому что у нас была уважительная причина по пропуску срока, а в принципе не написали его. Но, тем не менее, физически имущество какое-то из наследства приняли, опять же, в течение этих шести месяцев. Что значит приняли? Стали распоряжаться или пользоваться, точнее, распоряжаться мы не совсем можем, пользоваться им как своим. Ну, если мы говорим о квартире, это может быть какой-то ремонт, это может быть проживание в этой квартире. Ну, банально даже, такие вещи, как уборка, платы коммунальных услуг. И по этой аналогии касательно любого имущества, если это автомобиль, допустим, то пользование автомобилем, техобслуживание автомобиля. Ну, то есть все, что необходимо для, действительно, когда вы владеете самостоятельно этим имуществом. Вот в этой ситуации, если у нас речь идет о фактическом принятии наследства, вы приняли, к примеру, автомобиль, а там есть еще вилла, яхта, я утрирую, но тем не менее. Дома, пароходы. Дома, пароходы, да, вы приняли только автомобиль, или вы приняли только одну квартиру, в которой проживали, возможно, вместе с наследодателем. То в этой ситуации, да, вы считаетесь принявшим все наследство, несмотря на то, что вы начали пользоваться как своим, только каким-то одним видом имущества. Но я хочу вот здесь вот небольшое уточнение сделать. Если это имущество по отношению ко всей наследственной массе является сильно незначительным, например, у нас речь идет о домах-пароходах, а приняли мы тапочки, да, это просто у нас образное выражение такое, тапочки, то в данном ситуации наследника, конечно, нельзя считать принявшим все наследство. И об этом нам в том числе Верховный суд в последнем плену разъясняет. Я напомню нашим слушателям, что мы обсуждаем сегодня тему наследства, инструкция по применению, часть 2, телефон прямого эфира 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Ваши комментарии, ваши вопросы вы можете написать на сайте финам.фм, либо рассказать какую-то историю, которая с вами происходила для наших слушателей и экспертов, гостей программы. И, кстати, напомню, что гости программы Марина Соколова, нотариус города Москвы, Алла Еминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов, я, Анастасия Брайчева, ведущая программы «Формула права» в эфире, сейчас мы выслушаем выпуск новостей. Итак, «Формула права» в прямом эфире, наследство, инструкции по применению, часть 2 сегодня в нашей программе обсуждается. Гости студии Марина Соколова, нотариус города Москвы, Алла Еминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. Мы говорили с вами, ну мы на самом деле отвлеклись на тему фактического принятия наследства и принятия формального путем обращения с соответствующим заявлением к нотариусу. Я вот свой комментарий, мы, кстати, обсуждали эту тему, несколько коснулись ее в первой части, то есть на прошлой неделе можно нашим слушателям послушать эту программу на сайте Финам.фм. Мы говорили о том, что нежелательно в принципе принимать наследство фактически. Это не самый желаемый способ. Почему? Потому что когда вы обращаетесь к нотариусу, у вас есть физический документ, в котором прописано ваше желание в течение 6 месяцев, установленный срок, принять наследство. Когда вы говорите о фактическом принятии наследства, особенно если есть другие наследники, с которыми может возникнуть спор, вот в этой ситуации, скорее всего, придется и сам факт принятия наследства доказывать, и многие другие моменты, и все это придется доказывать в суде. То есть вам не избежать судебного процесса, в то время как, возможно, вы могли бы совершенно спокойно оформить свое наследство путем обращения к нотариусу и получения соответствующего свидетельства от нотариуса. Есть еще один момент, который тоже достаточно важный. Когда речь идет о фактическом принятии наследства, это означает, что имущество, которое принадлежало наследодателю, оно на него и зарегистрировано. Очень часто это, допустим, недвижимое имущество, которым человек начал пользоваться, но к нотариусу не пошел, даже если он единственный наследник. Но я как юрист и практикующий адвокат, я очень не люблю ситуации, когда вы не контролируете судьбу своего имущества. То есть оно вроде бы как ваше, но на самом деле зарегистрировано не на вас. Я не говорю о том, что бывают такие жизненные ситуации, когда вдруг срочно, мало ли, ну почему-то нужно продать это имущество, оно у вас не оформлено. То есть вы занимаетесь целиком и полностью сначала процедурой оформления, и только после этого будете свое имущество иметь возможность продать. Несмотря на то, что он вроде бы как ваше, но собственником значитесь совершенно не вы. И второй момент. Когда есть вот такие вот зазоры временные между смертью человека, и так полгода должно произойти до момента возможного оформления прав наследника, и до оформления действительно ли этого прав, чем больше это время, чем дольше это время, тем больше возможно для всякого рода мошенничества. Так или иначе. Вот, кстати, Марин, вопрос тоже. А сообщают ли нотариусы, например, какие-то сведения в Росреестр в связи с наследственными делами? Или тоже нет никаких сообщений? Нет, нотариусы не сообщают в Росреестр о выданных свидетельствах о правильном наследстве. Но в каждом свидетельстве о правильном наследстве, которое выдано на недвижимое имущество, есть такая фраза, что настоящее свидетельство подлежит регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Но, к сожалению, закон не прописывает сроки регистрации. То есть у нас нет гражданства. Можно получить свидетельство и через 5 лет пойти оформить? Можно. Можно и через 5 лет оформить пойти. Если никто за 5 лет еще не украл эту квартиру мошенническим путем. Да. Но на самом деле, вот смотрите, в практике было у меня, например, много дел. Почему я задала этот вопрос изначально? Когда Росреестр оформлял сделки от лиц, которые на тот момент были умершие. Понятно, что это было получено мошенническим путем. С поддельными нотариальными печатями в том числе. Потому что там же должна быть доверенность человека, который обращается. С подписями поддельными. Ну, естественно, с подписями поддельными и так далее. То есть это и составляло так называемый состав преступления. Но если бы у Росреестр, вот о чем я все время думаю, если бы у Росреестр было бы сведение о том, что человек умер, например, ЗАГС сообщал бы о регистрации факта смерти. Ну, я спросила у нотариуса, потому что мне сегодня проще, можно у вас спросить. Но тем не менее, если бы были такие сведения у Росреестра, регистрация этой сделки бы никогда не произошла. Просто потому что, что бы там мошенники не придумали, поддельные подписи, печати, паспорта, разные ситуации бывают. А совсем можно вам на это сразу ответить? Значит, в Росреестре есть образец подписи и печати каждого нотариуса. И ничего не мешает сотруднику Росреестра проверить, выдавалось это свидетельство или нет. Потому что, если, допустим, у меня одна подпись, мою подпись вообще тяжело подделать. Если ее подделают, все равно так не подпишут. И печать поддельная все равно будет отличаться. Ну, то есть в любом случае достаточно просто. Сотруднику Росреестра, они же, так сказать, правовую экспертизу проводят по поступившим документам. Добросоветные сотрудники Росреестра. Просто позвонить и узнать. Звонят и просто просят подтвердить, что было такое, не было. Конечно, я не могу выдавать по телефону информацию. Но, тем не менее, официальный запрос, если не дадут сказать, что да, я выдавала, ничего такого нет, по-моему, плохого. Скажите, ну, вообще, мне кажется, добросовестным вашим, в том числе, клиентам, наоборот, было бы хорошо, что нотариус подтверждал, что да, действительно, я такую доверенность удостоверил. Хотя, наверное, разные ситуации. Может, где-то когда-то в тайне, ну, не знаю, в общем, тут, наверное, сложно предположить. Я понимаю, что есть определенные формы тайны. Но, с другой стороны, если речь идет о доверенности, например, на регистрацию, на распоряжение имуществом, на регистрацию сделки или на регистрационные действия, мне кажется, вообще, это был бы замечательный вариант, либо с использованием электронных, если есть сейчас электронные документы, оборот между Росреестром и нотариатом. Может быть, запрос в электронной форме отправить, который у той страны займет буквально, наверное, там, 30 секунд по образцу составить и нужному нотариусу направить? У нас принят закон, как все знают, объединенной информационной системе нотариата, где будет реестр доверенности. То есть, когда вступит в действие этот закон, можно будет проверить, доверенность выдавалась она или не давалась. Ну, вот смотрите, Марин, тут ситуация такая. Я говорю о делах уже прошлых, да, дай бог, чтобы вступил в закон, нам всем было проще, и мы были, как в рекламе, более защищенными. Но только в плане недвижимости, что гораздо важнее. Но, тем не менее, вот этот вот момент происходил раньше, и мне вот интересно то, что вы сказали, то есть, в принципе, что сотрудники Росреестры имеют возможность и сверить, и проверить по поступившим документам. Напомню, у нас формула права в эфире, обсуждаем наследство инструкции по применению. Телефон прямого эфира 651099 и 6, код Москвы 495. Можно позвонить, задать вопрос, можно написать комментарий на сайт финам.фм. У нас в студии есть вопрос по телефону от нашего слушателя Алексея, да? День добрый. Да, добрый день. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос назрел относительно такого понятия, как недостойные наследники. Вот сложилась такая ситуация, что человек признан недостойным наследником. Судом признан? Нет, признан нотариусом. Нотариусом признан. А он что, постановление вынес какое-то о признании наследника недостойным? То есть он вынес постановление в бумажном варианте? На основании разъяснения пленного Верховного суда его признали, то есть как бы нотариус в праве признавать человека недостойным наследником на основании приговора суда. То есть там было убийство, если уж так говорить, или тяжкие телесные, поглядшие смерть. То есть действия этого наследника непосредственно повлекли сам факт смерти. Да. И имеется вступивший в законную силу приговор суда. Но это нотариус признал недостойного. Да, суд. По приговору суда он признал недостойным. Нет, но он по приговору суда не может признать недостойного. Он осужден. А осужденный по приговору суда он признал недостойный. Алексей, ну и так, в чем вопрос? Вопрос в том, что вот наследством является квартира, в которой, соответственно, проживал наследодатель и наследник. А наследник вообще единственный вот этот недостойный? Нет, наследник не единственный. Дело в том, что есть еще один наследник. И вот у меня вопрос в том, что нет ли здесь противоречия конституции вот этого постановления нотариуса, да, по признанию недостойным. Дело в том, что это является его единственным жильем, То есть можно убивать, чтобы получить себе его в собственность? Нет, нет, нет. Вы меня немножко неправильно поняли. Я к тому, что наследник, признанный недостойным, это являлось его единственным жильем. И на данный момент... Подождите, Алексей, секунду, я сразу хочу уточнить. Это не его совсем жилье. Это жилье было наследодателем, правильно? Может быть, совместное жилье это было? Да, да, да. Кому оно принадлежит вообще? Вот эта квартира кому принадлежит на праве собственности? На праве собственности она принадлежит полностью наследодателю. Так, то есть вот этот недостойный наследник, он там просто зарегистрирован и проживает? Да, 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 да. Так, но его что, лишает кто-то права проживания в этой квартире? Да, он фактически лишен права проживания. А кем он лишен? Его лишен? Выселили по решению суда? Нет, его... То есть он не лишен? Нет, его сняли с регистрационного учета на основании того, что он отбывал наказание в местах лишения свободы. Но он уже вернулся из мест лишения свободы или нет? Он вернулся и никаким образом не может попасть в эту квартиру, потому что квартира теперь уже передана в собственность другому наследнику. Ну вот смотрите, Алексей, что я могла бы сразу на эту тему сказать, что если, возвращаясь из мест лишения свободы, его, соответственно, не пускают в эту квартиру, для этого нужно заявить, как я полагаю, в судебном порядке иск о вселении в данной ситуации. Потому что нужно четко разграничивать две вещи. Первое – право собственности, второе – право проживания, право пользования и так далее. Вот право собственности, оно наследуется. И в данной ситуации, если наследник совершил такие действия, которые прямо привели к смерти наследодателя и к открытию наследства, да, он действительно является недостойным. И если есть вступивший в законную силу приговор суда, то я думаю, что действие нотариуса здесь в данном случае абсолютно правильное, да, но его при этом никто не лишал права пользования. Он выбыл из этой квартиры в связи с тем, что его, извините, поместили в места лишения свободы. Он сейчас возвратился, его никто права пользования не лишал, сменился собственнику квартиры, но теоретически этот недостойный наследник, как я полагаю, имеет право вчинить к другому унаследовавшему эту квартиру наследнику иск о вселении. И не чинении препятствий пользования, ну и заодно, соответственно, встать на регистрационный учет. А дальше пусть они в суде разбираются, иным образом этот вопрос решить нельзя. Вот, коллеги, что думаете? Ну, вопрос в том, что каким образом его подтвердить это право пользования данной квартирой? Право пользования он подтвердит первая выписка из домовой книги, в котором он будет указан, как человек, состоявший на регистрационном учете по месту жительства этой квартиры до момента снятия в связи с отбытием места лишения свободы. Ну и, пожалуйста, показания свидетелей, которые расскажут, что да, он проживал действительно физически в этой квартире. Но это подтверждается, но опять же, где будет? В суде. Анастасия, а у нас снимаются регистрационные учеты лиц, которые выбывают места лишения свободы? Ну, снимались раньше точно, сейчас я просто не слежу за этим. Я думаю, что сейчас не снимают. Нет, нет, снимается на основании закона, а право передвижения... Значит, право передвижения поспорило, наверное, если бы спросить, и он бы не стал туда передвигаться. Я не знаю, что я говорю сейчас. Ну, смотрите, мы берем за факт, что человек снял с регистрационного учета, но, тем не менее, я считаю, что в любом случае его право пользования не прекращено. Я просто хочу для наших слушателей сказать очень кратко, потому что есть такой момент, есть прописка, как мы раньше называли, то есть регистрация по месту жительства, а есть право пользования. Вот эти вещи, они очень, конечно, между собой, естественно, связаны, но далеко не одно и то же. И даже если человек, о котором вы спрашиваете, действительно был снят с регистрационного учета, с этой квартиры, это не означает, что у него, в принципе, его право пользования прекращено. Для прекращения права пользования должны быть основания. Если этих оснований нет, ему, ну, единственное, что прямая дорога в суд. Алексей, спасибо за вопрос. Напомню, обсуждаем наследство, инструкция по применению 6510996, код Москвы 495, это телефон прямого эфира. У нас есть еще один вопрос, очень кратко, мы сейчас сам вопрос выслушаем, отвечать будем уже после новостей. Валентина Михайловна, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, кратко справитесь, буквально минута на вопрос. Вы знаете, вот квартиру, завещание делаем на сына я, в этом самом раньше указывали всю недвижимость, имущество и квартиру, а сейчас квартиру не указывают, а просто имущество принадлежащее все имущество мне. А почему квартиру не указывают? А кто не указывает? Это самое, нам в нотариусе, завещание. То есть, Валентина Михайловна, правильно ли я поняла, что вы обратились к нотариусу, хотели сказать так, что вы вот эту конкретно квартиру завещаете, и при этом вам нотариус отказал? Все имущество и квартиру в том числе. Все имущество и квартиру в том числе. Валентина Михайловна, спасибо за вопрос, мы на этот вопрос, напомню, ответим после новостей. И сейчас для наших слушателей я напомню, что мы обсуждаем сегодня тему, связанную с наследством. Телефон прямого эфира 6510-99-6, код Москвы 495. Также напомню, что можно ваши комментарии написать и вопросы, кстати, тоже написать на сайт финам.фм. Обсуждаем эту тему наследственного права и то, как применять в действительности и в жизни это право. Мы сегодня с гостями студии Мариной Соколовой, нотариусом города Москвы, Аллой Еминской, адвокатом адвокатской конторы номер 13, Московской городской коллегии адвокатов. Ну и с вами я, ведущая Анастасия Брайчева, формула права в эфире. Сейчас удаляемся на новости и после возвращаемся и отвечаем на вопрос. Наследство инструкции по применению. Тема программы сегодня 6510-99-6, код Москвы 495. Телефон прямого эфира. У нас до новостей был вопрос от слушательницы. Она сказала так, что она хочет на квартиру оставить завещание на сына. Обратилась к нотариусу, хотела написать, как выразилась словами ее, повторюсь, скажем так, как раньше писали, как сказала наша слушательница, все мое имущество, включая вот эту конкретную квартиру. И дальше с ее слов нотариус ей отказала, сказала, что сейчас так не пишут, как поняла вот она. Анастасия, я думаю, что слушательница что-то недоговорила или неправильно сформулировала вопрос. Потому что, исходя из тех слов и такой формулировки в завещании, все мое имущество, в том числе квартиру, находящуюся по адресу там-то, там-то я завещаю сына, так писать можно. И ни один нотариус не откажет, никаких изменений не было. Как раньше писали, так и сейчас пишем. Вот я думаю, что слушательница что-то другое хотела услышать от нас. И может быть она не точно или неправильно сформулировала свой вопрос. Ну в любом случае, для нашей слушательницы, скажу, нужно идти вот с конкретным, грубо говоря, текстом, который она нам же и озвучила сейчас в вопросе к нотариусу. Никаких сложностей в такой, по крайней мере, формулировке, как она нам предоставила, быть не должно. У нас еще есть вопросы. Андрей, слушаем Андрея. Здравствуйте, вот вопрос адвокату. Я являюсь потенциальным наследополучателем в первую очередь и, в общем-то, уверен на 95% что социальная служба, обслуживающая этого наследополучателя, причастна к образованию долга, то есть скрытого долга этого наследополучателя. Так, Андрей, давайте сразу и по полочкам. Речь идет о наследополучателе или наследодателе? Такого понятия, как наследополучатель, на самом деле нет. Наследник. А наследодатель это тот, кто умерщен. Я наследник первой очереди, я наследник первой очереди. Так, а социальная служба кого обслуживает? Социальная служба наследополучателя, 88 лет человеку. Наследодателя, наверное, потенциального потенциального. Который еще, слава богу, не умер. Да, он не умер, да. И вот я пытался расследовать это обстоятельство, да и сам попал в сети, то есть при передаче трости я заключил договор, чтобы передать трости этому наследодателю. И сам оказался судополучателем. Так, ну смотрите, смотрите, здесь такая история, Андрей. Дело в том, что такие вопросы, конечно, нужно более подробно. Мы сейчас в рамках прямого эфира не сможем кратко достаточно ответить на этот вопрос. Я единственный момент хочу сказать, что, конечно, все это здорово, когда речь идет о том, что вы потенциальный наследополучатель. Но давайте все-таки говорить, что наследственное правоотношение у наследников возникает с того момента, когда наследство все-таки открылось. У нас сегодня немножко другая тема. Да, и до момента открытия наследства здесь речь идет только о составлении завещания. Поэтому вот в настоящий момент я искренне желаю всем нашим слушателям и слушателям, которые только что задавали вопрос, не попадать ни в сети, ни к мошенникам. Но, тем не менее, прокомментировать более подробно мы сейчас, конечно, не сможем. Возвращаемся к теме наследства. У нас, вот я знаю, есть комментарии от слушателя Валерия. Слушаем вас, Валерий. Алло. Небольшая реплика. Ну, вы можете прокомментировать. Значит, нотариусы, просто людям, кто в этом деле будет участвовать, предупреждаю. Нотариусы взимают повышенную плату за оформление наследства. А именно, оформляют на нескольких бланках части наследства. Взимают налог 0,3% с родственников ближайших, которые проживали с наследодателями. Я просто людям хочу донести, что налог не взимается, что по их желанию все можно оформить одним бланком. Например, оформление стоит 4 тысячи рублей. Можно расписать имущество на пяти бланков. Сейчас получается соответствующая сумма. Про налог 0,3%, например, я нотариусу указал, почему вы пишете. И нотариус Нестерова, город Пушкина, сообщила мне. Ну и что, что налог? Им сейчас никто не пользуется. Я что, бесплатно должен работать? Валерия, понятно, спасибо за ваш комментарий. Я тоже все-таки прокомментирую сразу насчет налога и 0,3%. Мы, кстати, в прошлой программе тему налога затронули. И я тогда допустила ошибку, обещала нашим слушателям обязательно посмотреть еще раз в законе. И сейчас констатирую, что мои коллеги были правы. Налог на имущество, полученное в порядке наследования, действительно не взимается. В налоговую инспекцию. Да, в налоговую инспекцию. Но 0,3% это не налог. 0,3% это пошлина, которая оплачивается нотариусу за его работу. Поэтому здесь я просто вижу на лицо недопонимание между слушателем. Он решил, что это он налог платит, а нотариус не смогла вот этот момент просто, видимо, объяснить. Нотариальные тарифы, госпошлина нотариально установлены налоговым кодексом Российской Федерации. Поэтому вот эти 0,3% еще раз хочу сказать нашим слушателям, не путайте. А по поводу бланков, Марина, что скажете? Может человек требовать, чтобы на одном бланке все-все-все наследственное имущество было оформлено? В принципе, вы знаете, это, конечно, можно сделать. Ну, если, допустим, человек наследует земельный участок, дом, вклад в одном банке, вклад в другом банке и так далее. Квартиру, потом еще квартиру и дом, допустим. Да, и даже вклады в разных банках. Вы знаете, я думаю, что это будет проблематично, если одно свидетельство будет у человека на все имущество. Не забудьте про госрегистрацию во всех органах. То есть это будет он по очереди ездить по ЕГРП, ну, то есть, соответственно, по месту нахождения движимое имущество. Потом, если, допустим, возникнет вопрос об отчуждении этого имущества, опять-таки, это один документ. Ну, понятно, кратенько, Марина, в принципе, можно, но вам самим в какой-то ситуации может быть неудобно, да? Ну, закон не запрещает, но самим наследникам, я думаю, это просто не нужно. Мы обсуждаем сегодня наследство. У нас на связи есть еще слушатели. Вот сейчас Валентину выслушаем с вопросом. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Кратенько ваш вопрос, у нас мало времени, есть еще вопросы. У меня такой очень щекотливый вопрос, значит, у меня сын от первого брака, его отец умер, об этом узнала я полтора года назад, вот, в этот момент, значит, сын, так получилось, тоже вот, находился в местах лишения свободы, то есть он не мог вступить в наследство, ему никто ничего не сообщил. Он имеет право вот сейчас при освобождении или я там по доверенности от его имени как-то вот... Сколько сыну лет, Валентина, сколько сыну лет? 32. Ну, то есть он уже более чем совершеннолетний. Да. Когда он освобождается? Через год, наверное. Через год. Ну, смотрите, здесь какая история. На самом деле, в принципе, срок на принятие наследства можно в суде восстановить. В случае, если причина его пропускала... Если срок, хорошо. А мы не знаем, прошел. Больше года. А больше года? Полтора года назад она, слушательница наша, уже узнала о том, что уже умер полтора года назад. Здесь в данной ситуации, если ваш сын, ну, я скажу как по закону, если ваш сын не знает, вы знаете, а ваш сын еще не знает о том, что его отец умер. Нет, он сейчас знает, но он уже... Это отдельная причина, на самом деле. Он уже находится в местах лишения свободы. Да. В любом случае, вот этот срок можно восстановить в судебном порядке, либо когда он освободится, либо сейчас, если он выдаст вам доверенность. Напомню, что доверенность в местах лишения свободы должен удостоверить там, ну, хотя есть практика, когда нотариусов тоже приглашают и оформляют нотариальную, но, в принципе, заменяющий это... Начальник учреждения. Начальник, да, учреждения, в котором он отбывает свое наказание. Через суд, Валентин, можем ответить на ваш вопрос, только через суд необходимо восстановить срок на принятие наследства. Есть еще вопросы, слушаем, Мария на связи. Алло. Здравствуйте, я за нее. Вы за Марию, тогда представьтесь, пожалуйста. Сергей. Сергей, слушаем вас. Кратенько, очень кратенько. Да, вопрос такой конкретный. Скончался мой дед более 15 лет назад, и через некоторое время, через полгода, скончался мой отец, не вступив и не подав на права. А полгода прошло или не прошло? С момента смерти деда до смерти отца. А это что, 15 лет назад все происходило? Да, но он болел, на самом деле, серьезно. 15 лет назад. Вот, и вопрос, соответственно, такой, каковы мои сейчас судебные перспективы. А еще наследники есть? Да, еще есть, да. Ну, смотрите, здесь какая история. Какое там имущество вообще осталось от деда? Ну, осталась квартира и дача. То есть вы хотите сказать, что квартира, ни квартира, ни дача, ни на кого не оформлено, оформлено на деда сейчас? Никто не обращался за наследством? Нет, нет, квартиру мы поделили. Каким образом? И оформили. Ну, в наследство вступил другой человек, ну, второй брат моего деда. То есть наследство кто-то до вступил? Скажите, Сергей, а вы в этой квартире живете, не живете? Нет, квартира уже реализована. Квартира реализована, а дачей пользуетесь, не пользуетесь? А дачей пользуемся, да, и дача до сих пор уформлена на деда. Скажите, а вы пользовались вот 15 лет назад, вы тоже ей пользовались? Да, пользовались всегда. А сколько вам лет было 15 лет назад? Около 15. Около 15, понятно. Да. То есть ваша мама тогда не обратилась от вашего имени, фактически? Получается так? Ну, в общем, да. Сергей, ну смотрите, вот сейчас коллеги, наверное, прокомментируют, во-первых, 15 лет назад, по памяти, хотя надо считать. Нет, уже более-менее новое, более-менее, говорю, новое. Там как раз был период смены законодательства, во-первых, да, в том числе наследственного права. Сергей, я думаю, что не понятно. Сергей, очень кратко, потому что у нас уже времени действительно не очень много. Единственный момент хочу сказать. Конечно, с такими вопросами нужно сесть и разбираться более подробно с юристом, вот честно говоря. Потому что когда выясняется, что у нас один наследник подавал на наследство, другой наследник не подавал на наследство, и выясняет, приняли ли вы хоть какую-то часть. Я не просто так про дачу спросила, да, возможно, вы приняли частично наследство в виде той же самой дачи, к примеру. Но тогда нужно выяснять вопрос с этой квартирой, а как она была уже реализована, что с ней делать, а что сделать с новыми покупателями, которые наверняка добросовестны. Тут масса вопросов у вас завязана в клубок. И вот, откровенно говоря, от себя скажу, ну, коллеги, поддержите или нет, но тем не менее от себя скажу, что, конечно, в прямом эфире вот так вот даже силами трех умов, но мы не сможем, тем более без документов и без подробного разбора ситуации полета, ответить. Я не возьму на себя такое, как вы считаете, это нереально, мы просто можем вести человека в заблуждение. Мы не знаем всех подробностей. Сергей, спасибо за вопрос. У нас буквально пара минут, все-таки рискнем взять еще один звоночек с вопросом. Слушаем вас. Алло. Алло. Добрый день, как вас зовут? Мария. 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 Да, значит, вопрос следующий. Ница, квартира, три доли принадлежат моей матери. Три доли, стоп, секунду. Три четвертых. Три четвертых? Да, три четвертых. Три четвертых, так. Да, одна доля принадлежит моей сестре. Так. Значит, моя мама хочет передать, ну, по наследству свои три доли мне. Угу. Вопрос следующий. То есть завещание написать. Да, ну, вот вопрос как раз следующий. Значит, насколько безопасно, в том числе и нелегальными путями, переписать неким образом или оскорить наследство. Или там безопасно... Мария, вопрос понятен. У нас буквально минута осталась от эфира, поэтому очень-очень кратенько. Ну, кто готов? Кто готов? Алла, готова кратко. Да, да, да. Очень кратко. Значит, смотрите, скажите, пожалуйста, вашей сестре и вам сколько лет... У нас уже разрывалась связь со слушательницей, поэтому давайте кратко просто ответим про нелегальные способы. В данной ситуации, если мама слушательницы оставит на неё завещание на эти три четвёртых доли квартиры, то в этой ситуации квартира, вот эти три четвёртые доли отойдут в порядке наследования, когда мама умрёт, отойдут дочери. Вот, но я бы хотела сказать, что по большому счёту, если возраст остальных наследников, ну, вот слушательница сказала, что у неё есть сестра, является либо... Извиняюсь, сразу перебью, потому что мы говорим об обязательной доле. В данной ситуации просто слушательницу нужно помнить, во-первых, про нелегальные способы не надо, пожалуйста, нам ничего говорить, потому что если есть нелегальные способы, есть возможность оспорить, да. Если мы говорим о завещании, завещание должно быть оформлено у нотариуса, и в данном случае кто-либо другой, кроме наших слушателей, поучаствует, скажем так, в наследстве, только если он будет иметь право на обязательную долю. Этот вопрос мы обсуждали в нашей предыдущей программе, программу можно послушать на радио Феном.ФМ. Итак, в эфире была «Формула права», мы обсуждали с Аллой Еминской и Мариной Соколовой тему о наследстве. Программа наша выходит со мной, ведущая Анастасия Брайчева, в эфир каждый четверг. Слушайте нас, читайте сайт Феном.ФМ. До свидания.